Итак, друзья, давайте начнем. Время 34 минуты. Сегодня точно не больше 45 минут продлится наш вебинар. Для начала напишите, пожалуйста, в чат, насколько для вас вообще в принципе актуальна тема организации дискуссий на обучении. То есть возникают или не возникают в процессе проведения вами обучений какие-то спорные ситуации, дискуссионные моменты, когда участники начинают обмениваться мнением. Иногда это может выходить, верю, что градус эмоциональности может быть несколько выше, чем в обычном диалоге. Елена, Юля, спасибо большое. Остальные участники поделитесь, пожалуйста. Возникают люди с опытом актуальны, бывают разные ситуации. Ну что, действительно, да, эта ситуация довольно распространенная. Не случайно она появилась в нашем цикле вебинаров. Мы начинаем с вами очередной вебинар из цикла развития тренерских преподавательских компетенций. Всегда есть какой-нибудь спорщик. Дмитрий, хороший комментарий, что есть спорщик. Вот тут вопрос, всегда ли дискуссия – это спор? Или вот такое, всегда ли дискуссия носит негативный оттенок? Ну, сегодня пообщаемся. Очень надеюсь, что итогом сегодняшнего вебинара станет, первое, структурирование у себя в голове порядка проведения дискуссии и желание прям быстрее попробовать организовать эту дискуссию, потому что это очень мощный инструмент достижения цели обучения. Итак, стандартные несколько слайдов. Не будем на них подробно останавливаться. Скажу лишь то, что у нас есть цикл вебинаров. Если вдруг вы не участвовали на каком-то из вебинаров раньше, то вот, пожалуйста, можете посмотреть, познакомиться и выбрать необходимую, интересную для вас тему. И знайте, что они обязательно в цикличном порядке проходят. Сегодня у нас тема вебинаров «Споре рождается истина» Дискуссию на тренинге. Что делаем? Очень коротко. Знакомимся с инструментом дискуссии. И здесь, я уверяю вас, гораздо больше возможностей в этом инструменте, чем может показаться на первый взгляд. Но вместе с ним, чтобы с ним хорошо разобраться, принципиально важно знать, какие часто ошибки можно допустить при проведении дискуссии, какие сложности подводные камни нас поджидают и какой алгоритм нужно использовать, чтобы выжать из этого инструмента максимум для себя пользы. Три блока, которые сегодня рассматриваем, они у вас на экране. Проблемы использования инструмента, с чем сталкиваются люди, выгоды дискуссии, какие мы с вами можем для себя подчеркнуть. И, собственно говоря, тот самый порядок, делай раз, делай два, делай три, как организовать хорошую, качественную дискуссию, о чем не стоит забывать. Итак, отсутствие интерактива, вы сейчас видите это красное пятно на слайде, возглавляет рейтинг ошибок тренеров по итогам 2019 года, имея в виду именно кампанию. То есть чаще всего в процессе проведения супервизии, и если вы проходили супервизию на конкурс в прошлом году, то точно общались с тренером и получали обратную связь. По итогам подобных супервизий мы обратили внимание на то, что самая распространенная ошибка – это когда тренер вообще не использует никакой интерактив. У нас даже складывается иногда впечатление, что он намеренно избегает контакта с аудиторией, стремится быстро-быстро-быстро-быстро выдать информацию теоретическую, которая есть, не обращая внимания на потребности аудитории, которая сидит. Задались вопросом, почему, собственно говоря, так происходит. И появилось ощущение, что тренеры иногда могут по разным причинам, либо не знают алгоритма, либо не чувствуют свою экспертность в теме, избегают вот такого живого контакта с аудиторией. Почему? Потому что там могут оказаться люди, которые, может быть, лучше подготовлены, которые лучше владеют ситуацией и боятся вступить с ними в эту открытую прямую дискуссию. Вместе с тем давайте посмотрим в определении, что такое дискуссия. Это метод совместного обсуждения какого-либо вопроса, и это не всегда будет такой, знаете, диалог со знаком минус. Цель, который прояснить мнение и позиции установки участников в процессе непосредственного общения. Поэтому первое, что нужно у себя в голове сформировать, это понять, что дискуссия – это хорошо, мы обмениваемся мнениями, а за счет обмена мнениями мы с вами гораздо проще достигаем тех целей обучения, которые мы с вами себе сами обозначили перед стартом. Давайте немного подумаем. Я прошу вас в чат написать ответ на вопрос. Как вы думаете, какие ошибки чаще всего допускают тренеры и преподаватели при проведении дискуссии? Вот в чем можно напортачить, что можно не так сделать, друзья? Елен, спасибо большое. Сами отвечают на вопросы. Ну, то есть задали вопрос, не давая мнения, не давая возможности высказаться, берут и сами выдают всю информацию. Либо когда им говорят, Оксан, да, они вообще ничего не слушают и проталкивают свое мнение. Так, взять все в свои руки, да, Николаев, здесь мы говорим про то, что вообще не дать никакой автономности, зажать прям как в тиски участников, закрывают рот участникам, не принимают оппозиционные точки зрения и работают не по системе. Максим, супер, что имеете в виду? Можно попросить вас расшифровать. Работа не по системе. Дискуссия уходит в другую сторону, не как по сценарию. Отлично, услышал Елен, тоже, да, распространенная ошибка. Встречается. Во, супер, 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 да, когда сейчас комментарии от Оксаны о том, что позволяют одному участнику заткнуть рот другому, тренер не выполняет роль, которая ему предназначена. Отлично, коллеги, радует, радует, радует ваши ответы. Давайте попробуем все это систематизировать. Итак, какие могут быть ошибки при проведении дискуссии? Первое, самое распространенное, это не использовать ее вообще, намеренно избегать. Вторая ошибка, вы видите на экране, когда тренер может, например, в ходе дискуссии увести группу в дебри. Я называл это так, да, в кавычках. Или когда не могут завершить, когда ситуация выходит из-под контроля, и сюда же относится, Оксан, ваш комментарий, одному участнику позволяется затыкание рта другому участнику. Задались вопросом, коллеги, почему это происходит, и пришли к следующему выводу. Первое, не используют вообще, и здесь есть предположение, что участники не понимают выгоды, которые можно получить от использования дискуссии. Уходят в дебри, как вариант причины, это незнание алгоритма. И неумение завершить, вот тут, мне кажется, это одна из самых интересных тем, с точки зрения проведения дискуссии. Мы с вами иногда можем выбирать неправильные роли, в которых мы вступаем в коммуникацию. Это третий блок нашего с вами вебинара сегодня. Давайте немного поговорим про выгоды дискуссии. Это второй блок. И что же нам с вами, собственно говоря, дают дискуссии. Назвал его метафорично, риски и риски, где понятно, что риски символизируют проблемы, а риски те самые сладости, которые нам дают. Максим услышал, есть определенные алгоритмы действий, прописанные сценарии специалистами. Прекрасно, Максим, здорово, что мы с вами помним про сценарии, которые дают разработчики программы и методологии, которые вдумались в каждый шаг и написали, что именно по такому алгоритму должно пройти. Давайте подумаем, друзья, какие преимущества, ну или если уж следовать слайду, да, то и риски, от применения дискуссии. Как вы думаете, что она позволяет сделать на тренинге? Чем она может быть полезна? Ваши комментарии прошу в чат. Елен, прекрасно, причем этим комментариям сами участники могут прийти к выводу, мы убиваем двух зайцев. С одной стороны, меньшая нагрузка на тренера, с другой стороны, учет особенностей обучения взрослых, когда мы говорим, что для участника важно самому добыть результат. И этот результат будет гораздо ценнее, чем тот, который навязал тренинг. Анастасия, разрядит обстановку, понять, что коллеги вас правильно понимают. Тоже прекрасно, иногда выпустить пар является очень полезным, главное, чтобы это было все в рамках заранее обозначенных правил. Развить интерес к теме. Ну, конечно, коллеги могут сказать, опа, а я вот с этой стороны на вопрос не смотрел. И действительно, вы вместо того, чтобы вбухивать тонны своей энергии в то, чтобы актуализировать эту тему для участников, можете организовать короткую дискуссию на то, на предмет того, чем эта тема важна. И вот вам, пожалуйста, участники обмениваются мнениями и выполняют, ну, фактически, да, там, в кавычках, да, назовем, фактически выполняют работу за вас. Присоединяюсь к вашим комментариям, немного добавлю. Стимулирует активность участников. Видите сейчас на слайде те самые риски дискуссии. Помогает. Прояснить, оценить опыт знаний участников по конкретной теме. Позволяет прийти к какому-то групповому решению. Способствует эффективному обучению без доминирования тренера, когда он уходит более такой на задний план. И у вас есть прекрасный эффект командообразующий, когда участники с помощью дискуссии проходят стадию шторма. Помните, да, в групповой динамике у нас есть такой момент, когда мы рассматриваем тему сложных участников, у нас есть тема групповой динамики. И вот мы тогда говорим, что участники могут свалиться в шторм, и чтобы его пройти, пожалуйста, дискуссия – это хороший инструмент. Какие риски от применения дискуссии вы видите в обучении? То есть если мы говорим, что у такого инструмента есть действительно интересные, хорошие плюсы – это облегчить работу тренеру, вовлечь участников, понять, что они думают по теме, какие аргументы приводят за или против, да? Но вместе с тем его часто избегают. Наталья, слышу. Так, не хватает компетенции у самого тренера? То есть, ну, что тренер не сможет вытянуть экспертизой ту или иную тему. Согласен, очень важный риск, действительно поддерживаю. Я помню случай, это, конечно, не тренерский момент, но вот у меня была ситуация, когда мне доводилось вести сессию, большую сессию на 100 человек, и тема была реализация низкобюджетных инвестиционных проектов. Я выступал в роли модератора, но вместе с тем у меня было несколько круглых столов, и приходилось вот именно в открытую, на аудиторию выходить на дискуссию. Я просто помню, сколько времени я потратил при подготовке и работая с экономистами и с проектным офисом «Длинные цели» на то, чтобы разобраться в теме техническо-бюджетных инвестиционных проектов, чтобы в подобную ситуацию не попасть. Наталья, поэтому точно с вами согласен, не вытащить – это большой риск. Максим, риск может быть равнодушие, да? То есть тема не заинтересует об этом, да? То есть вы как бы дискуссию начинаете, но участники такие, да, как бы о чем тут спорить? Про это или что-то другое? Да, тоже согласен, вот прямо на 100% поддерживаю, когда отчет тут из пустого в порожню переливать, да? Отлично, коллеги. Смотрите, да, действительно, эти риски есть, и именно на этом моменте мы с вами переходим к правилам проведения дискуссии. Они касаются напрямую того, как эти риски предотвратить, минимизировать и что для этого нужно. Мы уходим в тему знания алгоритма и правильного выбора ролика, с которой вы заходите на алгоритм. Кто бы не уйти в дебри, знакомимся с вами сейчас с видами дискуссии и знакомимся с алгоритмами проведения. Результатом этого блока, я вам на 100% гарантирую, у вас будет шпаргалка, благодаря которой вы совершенно точно сможете провести дискуссию на высоте. И никогда в жизни не уйдете куда-то в сторону, вы точно будете знать, что будет следующим вашим шагом. Поэтому дарю, берите, пользуйтесь, что нам нужно знать про дискуссии. Обожаю этот инструмент, коллеги. Итак, первое, что нам нужно помнить. Их виды дискуссий существуют. Первое, это свободная групповая дискуссия. Второе, это структурированная групповая дискуссия. Как видите, разница в одном слове. Свободная и структурированная. Что предполагает свободная групповая дискуссия? Это ситуация, когда вы никаким образом не организуете предварительную работу людей, а начинаете с простого продающего вопроса. То есть, в первую очередь, это как раз, Максим, к вашему комментарию, чтобы не получить равнодушие, вы всегда в обязательном порядке, неважно, какую вы будете дискуссию организовать, первое, что вы делаете, вы продаете дискуссию. Вы четко подчеркиваете все преимущества, которые к ближайшие 15-20 минут подарят вашим слушателям. Что это поможет нам рассмотреть ситуацию с разных сторон. Вы узнаете мнение коллег и никогда не наступите на те грабли, на которые уже наступали опытные работники. И так далее, и тому подобное. То есть, используя классическую методологию продажи, о ней мы говорим на вебинаре продажа темы блока активности. Если вы не были, то обязательно присоединяйтесь. Там мы подробно говорим о том, как продавать любую активность или блок. Итак, первое, с чего мы начинаем, мы продаем дискуссию. Шаг номер два. Мы с вами работаем над постановкой вопроса группе. Причем мы с вами должны, если это заранее спланированная дискуссия, естественно, задолго до самой дискуссии мы с вами очень четко продумываем вопрос, как он должен звучать. Он обязательно должен быть дискуссионный. У него должно быть когда, так и нет. И аргументы должны быть тоже когда, так и нет. Но при этом вам важно помнить, что у вас дискуссия является лишь каким-то куском, звеном во всей программе. И дальше программа разворачивается по определенному сценарию. Именно поэтому у вас должна быть заготовка вопросов, благодаря которым вы будете участников подводить в кавычках к правильному ответу, к тому ответу, который дальше разворачивается в теме. Вот очень часто тренер не помнит про то, что дискуссия это частичка в целом процессе. И дискуссия именно поэтому и проваливается, когда выводы дискуссии не соотносятся с тем, что идет дальше. Вот здесь и есть основная работа тренера, когда он встраивает дискуссию, он думает, как она будет связана и к чему я должен прийти. И даже если тренер видит, что участники дискуссии идут не туда, значит важно фиксировать, я перехожу к следующему шагу, то есть организовать обсуждение вопроса, вы видите сейчас на слайде шаг номер три. То есть первое, продали дискуссию, поставили вопрос группе, который дискуссионен, у вас есть заготовка вопросов, по которым вы ведете группу к правильному ответу, а дальше вы переходите на организацию обсуждения. Причем соотношение 40 на 60, тренер не полностью самоустраняется, и я позже объясню, почему именно это соотношение, да, вы в третьем блоке вебинара узнаете. Но тренер и действительно, вы уже говорили, не доминирует. То есть 60% большинства временного отрезка действительно работает группа. Помним о том, что у нас могут быть пассивные участники, и почему они молчат, для нас пока загадка. Они могут быть не вовлечены, потому что мы, а, не продали им тему, и у них равнодушие и неинтерес, а, б, они могут молчать, потому что, например, не чувствуют себя уверенно в этой группе. И ваша задача пассивным участникам уделять внимание из, так то, знаете, точечной. Ага, не чувствуют уверенности, значит, вам нужно больше мотивирующих вещей на то, чтобы, значит, показать, что здесь безопасно высказываться. Если они не чувствуют важности темы, то лучше сделать шаг назад и немного ее перепродать. Вот это вы должны мониторить по ходу. Ну и, естественно, отслеживайте тайминг и атмосферу, следите за правилами. То, о чем мы уже говорили, чтобы не происходило того, что участники одни затыкают рот другим. Здесь вы, если чувствуете, что градус напряженности эмоциональный растет, всегда возвращаете людей к правилам одного микрофона, к правилам взаимного уважения. И если вы в начале тренинга о них забыли, то в середине их вести будет уже очень-очень-очень сложно. И последний шаг, о чем мы говорим, мы подводим итоги. Это очень важно. Мы фиксируем результаты работы на флипчарте, делаем выводы, соотносим их с жизнью, почему важно зафиксировать. Еще раз повторюсь, мы помним с вами, что важность темы, то есть дискуссия здесь не просто так, дальше она разворачивается. Если у вас группа идет не по тому сценарию, как он вам нужен, ваша задача фиксировать, Наталья, я бы рекомендовал фиксировать важные буллеты всегда по одной простой причине, чтобы к ним потом при необходимости можно было вернуться. Если группа единогласно приходит к тому мнению, которое дальше разворачивается по программе, тогда может быть действительно фиксация не такая важная. Но для того, чтобы потом можно было сделать ссылку и участников вернуть, это очень такой, ну знаете, полезный инструмент для дальнейшего продолжения работы с этой темой. Вот, наверное, такой будет ответ. Если у вас есть мнение, Наталья, другое, то я прям очень с огромным удовольствием выслушаю. И я думаю, что участникам тоже будет полезно. Итак, свободная групповая дискуссия. Ее преимущество в том, что очень быстро организовать. Есть структурированная групповая дискуссия, она занимает немного больше времени, но вот честно скажу, мое личное тренерское мнение, да, мне она нравится немного больше. За счет чего? Я уже упоминал о ней в одном из вебинаров, которые были ранее. Значит, в том ее суть. То есть точно так же мы с вами продаем активность. Участники должны понимать значение и важность, почему мы сейчас этим с вами занимаемся, что позволит нам. Если вы этого не сделали, есть риск того, что вы в середине дискуссии можете получить невовлеченных участников, которые не будут заинтересованы в результате. А вот дальше начинается интересное. Что значит структурирование? Мы структурируем обсуждение определенным образом. И принцип заложен следующий. То есть мы сначала работаем, участники работают по обозначенному вопросу в индивидуальном формате. Мы даем на это, ну, сейчас условно назовем, к примеру, там, пять минут времени мы выделили людям подумать над дискуссионным вопросом самостоятельно. Таким образом мы обеспечиваем стопроцентное вовлечение людей в обсуждаемый вопрос. А дальше начинаем их укропнять, группы укропнять по принципу, там, от большего к меньшему. То есть мы делаем, например, троечки или пары, осуществляем такое поэтапное объединение в все более и более такие подгруппы с большим количеством участников. Например, видите сейчас на слайде, да, принцип 3, 6, 9, 2, 4, 8. И просим людей обсудить тот же самый вопрос и прийти либо к единому мнению, либо обозначить там все имеющиеся варианты ответов. Люди обсуждая, убеждают друг друга. Таким образом, часть работы делается уже тоже, ну, опять же, в кавычках, да, но опять же, часть, там, позволю себе использовать этот термин, часть работы делается за вас. То есть участники, обсуждая, убеждая друг друга, приходят к тем или иным выводам. И задача привести группу к тому, чтобы, например, осталось две большие команды. Там, например, по, там, если у вас в группе, там, 12 человек, то, пожалуйста, вот две команды по шесть. И потом вы обсуждаете в более крупном формате на общий круг. И также фиксируете те самые, ну, нужные вам результаты, чтобы потом к ним можно было вернуться. И здесь очень важно классическая отработка упражнения, когда нужно будет сделать выводы и зафиксировать абсолютно разные, которые могли появиться, соотнести их с жизнью, с реальной ситуацией и показать, что выводы этой дискуссии имеют значение для абсолютно реальных рабочих ситуаций. Итак, два типа дискуссии. Свободная и структурированная. Какую выбирать? Два принципа. Первый, либо то, что уже заложено в сценарии, и уже сценаристы вам, там, методологи прописали вам определенные алгоритмы. Если это ваше отступление и желание попробовать что-то новое, и вы, потому что я верю, что мы можем допускать, подстраиваясь под группу, определенные, там, ну, отступления от сценария в интересах, именно достижения цели обучения. Вот. Если у вас существует, там, жаркий интерес к теме, то вы сами выбираете, что вам интереснее, попробовать структурированную или свободную. Но моя задача сейчас, чтобы вы понимали алгоритм первый и второй, ну, и, соответственно, наверное, там, плюсы и минусы второй. Вот. Очевидный плюс структурированный, что абсолютно все участники. И пусть немного, но участник над темой поработал. В том числе и в мини-группе, где слиться очень сложно. Например, два человека работают, здесь уже сильно там не схалтуришь. Вот. Вот такой вот вариант проведения дискуссий. Таким образом, у вас появляются два алгоритма. Используйте то, что вам интереснее, то, что больше нравится. И переходим к третьему блоку нашей программы. Это когда участники вроде бы исследуют по алгоритму, но, тем не менее, завершить не получается тот или иной этап. Обсуждения затягиваются, выводы затягиваются. Здесь важно помнить, в каких ролях тренер выступает на обучении. Коллеги, возразите мне, если что-то на этом слайде не является ролью тренера. Такая, знаете, дискуссия. Ну, тренер начальника может включать такого, знаете, сам он, например, по статусу руководитель. И начинает, например, ага, то есть может, может, да, Наташа? Это роли. Я не говорю о том, что это социальный статус, да, когда ставят задачу на упражнение. Такой, в директивном формате. Наставник. Ну, да, почему бы и нет. Наставник, когда тренер начинает использовать инструмент наставничества для того, чтобы научить использовать какую-то технологию. Итак, друзья, это, опять же, был такой небольшой отвлекающий маневр. Мы забываем сейчас с вами на время о том, что существуют эти роли. Ага. Тут ничего не исключать. Не является... Не, когда является сам начальником, да. Так, может, например, когда надо всех собрать, начальник введения сделает раскач. Ну, то есть разные роли доступны. Но, опять же, говорю, это был небольшой отвлекающий маневр. Коллеги, я предлагаю вам с точки зрения дискуссии взглянуть на роли немного под другим углом. Давайте определимся с тем, что при проведении дискуссий тренер может занимать три роли. Первое. Организатор дискуссии. И из этой роли он предоставляет слово, следит за регламентом, обращается к правилам и защищает дисциплину. Ну, классические роли организатора... Ну, представьте, что вы организуете детский праздник. У всех есть... Детей, ну, там... Или, например, вы были на детском дне рождения на каком-нибудь. То есть вот, пожалуйста, в каком-нибудь центре вы отвечаете за организацию детского праздника. Ваша задача определить, там, я не знаю, дать возможность границы какие-то определить, сказать, сколько времени, чтобы у людей было, то есть следить за дисциплиной. И вот примерно те же самые роли мы с вами используем. Точнее, эти самые действия мы с вами выполняем. Вторая роль, которая нам с вами доступна, это эксперт. И здесь мы с вами в случае необходимости можем дать мотивированное мнение по поводу содержания дискуссии. Ну, объективно, мы же можем себе представить ситуацию, когда у участников, ну, например, недостаточной экспертизы по рассматриваемой теме. И дискуссия может, ну, знаете, такие, сам себе нафантазировал, сам себе напридумывал. А, ну, то есть, чтобы разобраться в вопросе, нам этого недостаточно, нам нужны какие-то экспертные данные. Поэтому мы с вами, конечно же, должны быть экспертами в теме, по которой дискутируем, и должны быть готовы привести определенные примеры, например, подтверждающие ту или иную сторону, ту или иную позицию. Это еще одна роль, которая нам с вами доступна. И третья, в которой вы все будете выступать, это, собственно говоря, тренер. Помимо организации, дискуссии и эксперта, вы должны отслеживать процесс и результат обучения. Ведет ли дискуссия к нужному результату? Достигаются ли цели обучения? И здесь вы, как тренер, должны будете уметь перестроиться в случае необходимости. правильно, именно по тренерской технологии, организовать обсуждение итогов, сделать выводы, зафиксировать те же самые варианты. Поэтому, друзья, именно вот в этом, на мой взгляд, в этих ролях кроется соотношение 40 на 60. Что все-таки мы с вами не самоустраняемся, и участники у нас такое вольное не отправляются. Мы с вами присутствуем на дискуссии, мы помогаем участникам приблизиться к цели обучения. И делаем это из трех ролей. Организатор, эксперт и тренер. И именно это позволит нам не уйти, например, за пределы тайминга. Когда мы будем понимать, что мы не можем свернуть дискуссию, потому что время затягивается, мы с вами переключаемся в режим организатора дискуссии и говорим, так, коллеги, у нас остается всего 5 минут на активность. Наша задача с вами перейти к подведению итогов. И здесь вы включаете тренера и право выводите группу из штопора, в котором она находится, помогаете все-таки сформулировать те самые важные выводы, которые нужны для дальнейшей работы. Дискуссия инструмент непростой, но вместе с тем очень интересный. Ну и как мы видим, он довольно эффективный. Почему? Потому что именно из-за разницы взглядов мы с вами можем привести группу к нужному нам результату, рассмотреть максимально объективно, вовлечь максимальное количество людей. То есть преимуществ у этого инструмента очень много. Итак, мы с вами рассмотрели, друзья, три блока. Первый. Мы поговорили с вами о проблемах использования инструмента. Мы с вами поговорили о выгодах дискуссии и говорим о том, что преимуществ у нее много, но есть и риски. И чтобы не получить этих рисков, не схватить однажды какой-нибудь ненужный нам результат, мы с вами придерживаемся правил проведения, а именно следуем по алгоритму и проводим дискуссию из нужных ролей. Итак, у меня на этом, коллеги, все. Прошу поделиться вас выводами, которые вы сделали по итогам сегодняшнего вебинара, или, может быть, мысли, которые к вам пришли, или появились, которых ранее не были. Одним словом, друзья, один ваш вывод по итогам сегодняшнего онлайн-мероприятия. Максим, спасибо и вам за активность и вовлеченность. Вижу ваши комментарии, они всегда радуют. Спасибо. Это как раз показывает неравнодушие, о котором мы с вами недавно говорили. Коллеги, еще делимся выводами. Что уносите с собой с вебинара? Всегда ли дискуссия обязательно при проведении вебинара? Итак, отвечаю, Наталья. То есть такой вопрос дискуссионный. Значит, давайте даже для начала так. У нас есть время, у нас есть еще 10 минут. Коллеги, обратите внимание на вопрос Натальи. Всегда ли дискуссия обязательно при проведении обучения? Что вы думаете по этому поводу? Я, конечно же, выскажусь, но после того, как участники напишут свои комментарии. Есть над чем поработать для улучшения тренингов. Все держать под контролем. Оксана, прекрасный настрой. Причем это несложно, когда ты знаешь алгоритмы и роли. Это точно. Итак, коллеги, обратите внимание на комментарии. Еще раз говорю Наталье. Всегда ли дискуссия на обсуждении? Ага, спасибо, Максим. Алексей вижу. Обсуждение обязательно необходимо для вовлечения и закрепления. Дискуссия нужна. Кирилл, спасибо. Ага. Вот, Оксан, тоже интересный комментарий, соглашусь. И даже не просто соглашусь, прям присоединюсь. Вот, у меня на этот счет, коллеги, следующие мысли. Сейчас еще, знаете, если есть возможность, то лучше организовать. Ну, смотрите, на мой взгляд, два варианта. Дискуссия обязательно тогда, когда она прописана в сценарии от методологов. То есть, если у нас прям в сценарии прописано, что здесь важно организовать дискуссию для того, чтобы, например, проблематизировать тем, вытащить мнение участников по, значит, вот по рассматриваемой теме, то, безусловно, этот инструмент обязательный, это упражнение находится здесь не просто так, этот вид активности находится здесь не просто так. Он является либо проблематизирующим для обучения, либо, например, для закрепления, да, материала. Вот, это один вариант. Второй вариант, если мы говорим про, когда его нет в сценарии, то тут на усмотрение тренер. Например, если он понимает, что, ну, вот опять же, даже для обучения, вижу ваш комментарий, Наталья, да, что имеете в виду, да, обучение какое? Производственное? Вот о каком обучении говорим, можете поделиться? Да, Наташ, тоже поддерживаю. Дискуссия классный инструмент для, например, повышения динамики. Например, безопасность без компромиссов. Вот, к сожалению, наверное, сейчас, да, скажу, что сценария программы не знаю. И вот если, наверное, заглянуть, можно понять, как выстроена проблематизация в программе. Вот, Наташ, может быть, здесь твое мнение, да, если прям, если возможность прокомментировать. Вот. Я понимаю, к чему вы клоните, Наталья, да. Например, когда вопрос дискуссионный относительно, там, например, ценности. Можем ли мы дискутировать на предмет ценностей нашей компании? Вот. Поэтому тут надо понять. Вот, опять же, главное, да, если мы говорим про дискуссию, про выбор формата дискуссии, да, мы помним, что наша задача поставить вопрос. И вот чего он будет касаться? Он будет касаться, возможно ли, возможно ли компромиссы? Это одна тема. Относительно инструментов, с помощью которых достигаем, это другая тема. Поэтому здесь очень много, Наталья, на мой взгляд, да, могу, говорю, порассуждать, как поставлен вопрос и о чем мы именно дискутируем. Но совершенно точно присоединяюсь... Совершенно точно присоединяюсь к тому, что если дискуссия отсутствует, то динамика будет кратно ниже. Ну и, соответственно, вовлеченность участников, соответственно, эффективность обучения тоже будет кратно ниже. Поэтому вот мое мнение такое. Иногда дискуссия лишняя, если мы ищем... Вот я опять же поговорю, Оксан, да, тоже повторюсь, коллеги, смотрите. Есть два варианта. Первый, когда дискуссия встроена в сценарий, и когда мы понимаем, что она там нужна прям очень-очень-очень, и методологами заложено, что здесь участники должны были подискутировать. То есть все, тут вопросы снимаются, она обязательно. Второй вариант, когда дискуссия не была заложена, и иногда это остается на усмотрение тренера, когда мы понимаем, что, например, тренер видит невовлеченных участников, значит, тема не докручена, то есть проблематизация темы не докручена. Значит, тренер может остановиться и лучше потратить время на проблематизацию, на вытаскивание важности этой темы для участников, например, про тот же САП, да, ведь участники почему могут не использовать алгоритм? Они могут не до конца, там, у них до сих пор может работать сопротивление, или, например, могут считать, у них может быть свое мнение, там, относительно самого этого инструмента. Поэтому, да, то есть мы можем занять роль начальника и сказать о том, что о чем тут спорить, сказано, сделано, да, но это же не наш тренерский подход, наша задача, наша задача попробовать развернуть участников на то, что почему это важно, и вот здесь можно подискутировать. Поэтому я бы вот исходил из конкретной ситуации, да, и о чем мы дискутируем. И вот тогда тренер принимает решение, тренер принимает решение, будем дискутировать или не будем, и он точно отдает себе отчет, для чего дискутируем. А, например, дискутируем для того, чтобы проблематизировать. Или, например, мы видим, что у группы очень много скрытого недовольства относительно темы, и лучше взять в середине тренинга паузу, потратить 10 минут на то, чтобы выпустить пар, участники обменялись мнениями, и зафиксировать ответы, зафиксировать на флипчарте, чтобы потом были какие-то факты для анализа. Лучше на это потратить время, чем не замечать этого сопротивления участников, что они там что-то себе сопротивляются, сидят, что-то там, извините за выражение, бухтят, да, по поводу рассматриваемой темы. А как бы вы делаете вид, что этого не происходит. Это же тоже, ну, там, определенные риски, да, у такого поведения. Поэтому, что лучше остановиться, взять паузу, подискутировать. Люди высказались, зафиксировали, сделали шаг вперед, да, например, а что можно сделать, сгенерили какие-то решения. Все, 10-12 минут на обучение вы уделили этому внимание, но участники уходят, что, о, мы прям, ну, поработали, важную тему для себя рассмотрели. Поэтому вот я бы из этого исходил. Оксан, спасибо большое за лайк. Так, дискуссия не бывает лишней, но к ней необходимо тщательно готовиться и понимать, какую цель преследуем. Супер, Кирилл, точно. И Дмитрий тоже соглашусь, при дискуссии участники включают голову. Это прекрасно. Коллеги, спасибо большое вам за участие. Мои контакты вы видите на экране. В силу, скажем так, да, сложившейся обстановки максимально расширяем каналы взаимодействия. Если у вас будут вопросы, пишите на электронную почту, которую видите на экране. Если что-то оперативнее, то я пользуюсь социальными сетями и открыт для общения там. И если уж прям что-то очень срочное, то, пожалуйста, номер телефона. Есть я в Viber, есть в WhatsApp. Пишите. Если я не провожу выбор, сразу отвечу. Вот, коллеги. И Наташа, спасибо большое за комментарии. Элементарный вопрос относительно САП для того, чтобы проблематизировать или подчеркнуть важность темы. Увидеть то самое сопротивление, с которым вы можете столкнуться на обучении. Участники на этом этапе это все уже выдадут. Поэтому вот таким вот вдохновляющим вопросом мы будем завершать сегодняшний.